Национальная российская премия «Студент года» открыла приём заявок на региональный этап конкурса. Продлится регистрация до 15 сентября. Подробности в сюжете Катрины Тайбарей. Приём заявок на региональный этап российской национальной премии «Студент года-2021» уже стартовал и продлится до 15 сентября. Студенты Нейнского округа смогут соревноваться индивидуально или группами от двух до четырёх человек. Российская национальная премия «Студент года» – это такой уникальный как и конкурсный, так и образовательный проект. На территории Российской Федерации каждый студент может принять участие в этом конкурсе. Этот конкурс для студентов, который имеет особые достижения как в учебной, так и внеучебной деятельности. Проявить свои навыки в индивидуальном зачёте можно в номинациях «Профессионал года», «Председатель совета обучающихся года», «Староста года», «Общественник года», «Творческая личность года» и «Спортсмен года». Коллективные соревнования пройдут в номинациях «Добровольческое объединение года», «Студенческое медиа года», «Патриотическое объединение года», «Студенческий клуб года» и «Киберспортивный клуб года». Конкурс проходит в три этапа. Первый подразумевает собой приём заявок на региональный уровень. Второй этап – отбор лучших в регионе для участия во Всероссийской премии «Студент года». Третий этап пройдёт с 6 по 11 октября. Он пройдёт в городе Томске. Ребята могут поехать, победители регионального и второго этапа, могут поехать в город Томск. И в Томске уже будет очень хорошая, интересная образовательная программа для студентов организована. Также ребята смогут побороться за премию «Студент года». Студенты региональных СПО в прошлых лет уже покорили Российскую национальную премию «Студент года». Ильяна Уткина делится опытом участия в премии 2018 года. В тот год Ненецкий округ представляли 6 девушек. «Мы должны были провести самопрезентацию, рассказать студийскому составу о себе за две минуты, так, чтобы они поняли, кто мы, откуда и чем мы занимаемся. Дальше мы сдавали экзамен на знания закона о молодёжной политике. И заключительным этапом было написание проекта и презентация этого проекта, то есть защита». Разумеется, Российская национальная премия «Студент года 2021» – это не только образовательная программа и новые знания, но и обмен опытом с участниками со всей страны, яркие впечатления и заряд энергии. «Мне кажется, подобные конкурсы проводятся в первую очередь для обмена опытом среди молодёжи, потому что Россия очень большая страна. Мы увидели, что есть очень много ребят крутых в своих направлениях, и пообщаться с ними, даже просто приехать, было очень полезным. Мы действительно для себя много нового узнали». Лилиана также благодарит колледж за предоставленную возможность побывать на подобном мероприятии. «Всероссийский этап проходил в городе Астрахань. Мы очень благодарны колледжу нашему, который нас отправлял, потому что деньги пришлось собирать действительно со всей России на поездку, и нас отправили в итоге. Была экскурсия по городу, мы все были там первый раз, и было круто пообщаться с огромным количеством студентов, которые приехали, потому что ребята были прям профессионалы в своих областях». Чтобы стать участником конкурса и побороться за звание студент года 2021, необходимо подать заявку в региональный центр молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодёжи НАУ по адресу улица Тыковылки, дом 2, отдел реализации молодёжной политики и поддержки молодёжных инициатив. Катрина Тайборей, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Катрина Тайборей, Владимир, Владимир.